Всем привет! Это Новостройман. Если вы любите рынок недвижимости так же, как мы, и хотите обсудить свежие новости, наливайте чашечку кофе и присаживайтесь, потому что именно обсуждением новостей мы сегодня и займемся. А поговорить есть о чем. США ввели санкции против ПИК, Гранель продвел ребрендинг, а вокруг машиноместа в новостройках случился целый бат. Меня зовут Виктория Голумбеевская. Погнали! Никаких больше требований по предельной высотности построек в Москве. Ну что, друзья, начнем с веселого. Корпуса уходят в небо, а такой параметр, как предельная высота застройки, в историю, согласно свежему постановлению правительства Москвы от 2 февраля 2024 года, в большинстве случаев предельная высота застройки в столице теперь не устанавливается. Иными словами, высота новых зданий может быть любой, какая только взбредет в головушку проектировщиков и будет осилена застройщиком как финансово, так и технически. Правда, некоторые исключения все же имеются. Предельное количество этажей по-прежнему будет обозначено для объектов, запланированных в зонах достопримечательностей, охраны объектов культурного наследия и сохраняемого землепользования. На этом, собственно, все. Дом Фредди Меркьюри выставлен на продажу. Короткое и очень интересное включение из Лондона, друзья. Тут выставили на продажу дом фронтмена группы Queen, где он жил с 1980 по 1991. Интересного тут много. Во-первых, это просто красиво. Во-вторых, цена 30 миллионов пунктов стерлингов. Хотя сам Фредди купил его за 500 тысяч. В-третьих, представители агентства недвижимости Night Frank, которые занимаются продажей особняка, обещают тщательно проверять платежеспособность потенциальных покупателей, чтобы отсеять поклонников группы Queen, которые стремятся просто побывать внутри. Даже интересно, как Night Frank это сделает. Посмотрим. Сразу две новости о машиноместах в новостройках. Парковочные места в новостройках никого не могут оставить равнодушными. Эта тема регулярно собирает огромные обсуждения в нашем телеграм-канале. Обязательно подпишитесь на него, если еще нет, и обсуждайте недвижимость вместе с нами. Вот и сразу две организации на Медне не смогли пройти мимо этой горячей темы. Причем, высказанное ими прямо противоположно. Клуб инвесторов Москвы, он объединяет застройщиков столицы, предложил либо снизить минимально возможные габариты машиномест и сделать их крохотулечками, либо вообще упразднить для застройщиков существующие требования к размерам парковок. И Минстрой даже начал обсуждение этой инициативы, можете себе представить. А Ассоциация ОКОН, объединение профессиональных участников рынка обслуживания недвижимости, высказалась напротив за развитие такого рода недвижимости. Что она предлагает? Ну, во-первых, увеличить норматив размера машиномест. Также законодательно утвердить увеличенный парковочный коэффициент для новостроек, предусмотрев гибкую дифференциацию для жилья различных классов. И наше любимое, при продаже жилья в новостройке, изначально предусмотреть бронь и обязательство собственника приобрести в будущем минимум одно машиномест. Что тут сказать? Я лично не люблю никакую обязаловку, поэтому такие формулировки мне не очень нравятся. Особенно с учетом того, что далеко не каждая семья имеет автомобили, и непонятно, зачем таким людям вообще покупать это машиномест. Но в целом, практика продажи квартир только с машиноместами в мире, конечно, существует. Я вот совсем недавно была на Мадейре и не увидела, представьте себе, ни одного предложения в новостройках без машиномест. В зависимости от площади и цены лота в комплекте предлагается одно или два машиноместа. Конечно же, цена этого удовольствия уже включена в стоимость квартир. Соответственно, если обязать россиян покупать жилую недвижимость сразу с машиноместом, цены вновь поползут вверх. С другой стороны, глупо отрицать тот факт, что в современных новостройках, особенно новостройках Подмосковья, люди часто жалеют денег и на покупку, и на аренду парковочных мест. В результате чего мы видим заставленные автомобилями проезды, в том числе и аварийные, что грозит серьезными последствиями. Поделитесь, что вы думаете о решении этой проблемы. Вам нравится идея покупки квартир только с машиноместом? Расскажите нам, правда, очень интересно. Гранель обновляется. Немного легких новостей. Вы только посмотрите на это чудо. Девелопер Гранель запустил ребрендинг и становится более модным. Но на самом деле этот шаг давно напрашивался. Мы видим, как трансформируется девелопер, берет все больше площадок в Москве вместо привычной Московской области, старается строить бизнес-класс. При таких изменениях логично и стиль подправить, что застройщик и делает. Круто, круто. Но мы будем очень скучать по его рекламным креативам 18+. Сибербанк уменьшил плату за выдачу льготной ипотеки для застройщиков. Но только для тех застройщиков, которые пользуются его проектным финансированием и комплексным продуктом. Иными словами, продолжаем наш любимый сериал «Ипотечная игра». Напомню, что в конце декабря крупные банки де-факто ввели для застройщиков комиссию за каждую сделку, проведенную по программе льготной ипотеки в размере 7,5-11,5%. Девелоперы попробовали отбиться от такого оброка, и вот 19 февраля Сбербанк заявил, что уменьшит его размер. Для застройщиков на проектном финансировании Сбера будет доступна комиссия от 3,9%. А для застройщиков, пользующихся комплексным продуктом банка, размер субсидирования составит 0%. Насколько это предложение заинтересует девелоперов, вопрос открытый. Например, сейчас в Москве только 3 ЖК со ставкой 0%. Это новые Ватутинки и Южные Сады в Новой Москве и Метроном в Старой. А вот другой банк ВТБ объявил о том, что полностью убирает комиссию для застройщиков. Впрочем, в этом же контексте ВТБ отметили, что ситуация остается подвижной, а выдачи по таким программам для банков убыточными. В связи с этим в банке не исключают новых решений с учетом конъюнктуры рынка. В общем, не расслабляемся. Группа компании ПИК и личный Сергей Гордеев попали под санкции США. Есть предположение, что за то, что девелопер долго строил без балконов. А если оставить шуточки, то причина, конечно же, непонятна. США решение не пояснял, но нам, как жителям России, важнее, как это решение отразится на работе ПИК внутри страны. Если кратко, никак. По крайней мере, ни я, ни опрошенные нашей командой эксперты, рисков не видят. И вот почему. Делистинг акций с лондонской биржи ПИК провел еще в 2017. Сейчас акции торгуются на московской бирже и практически никак не отреагировали на эту новость. Банки, кредитующие девелопера, не откажутся от дальнейшей работы с ним. Они в большинстве своем и сами уже под санкциями. Стройматериалы и оборудование девелопер давно уже импортозаместил. Возможно, только что премиальной дочке девелопера, Мона, могут понадобиться какие-то европейские отделочные материалы или техника. Но обходить санкции наш бизнес давно научился. Что до санкций лично против Гордеева, это уже не наше дело и как потенциальных покупателей никак не касается. Но узнать, есть ли у Сергея Эдуардовича какая-нибудь вилла в недружественных странах, конечно, интересно. Если вы знаете, пишите в комментариях, мы будем признательны. Самолет выкупил коммерческий банк «Система». Если вы до этого дня не слышали о таком банке, не переживайте, мы тоже. Сайт организации не блещет ни дизайном, ни функционалом, а вот рейтинг на банке.ру у организации достойный. Но это не главное в этой новости. Главное, что девелопер давно заявлял о своих амбициях создать собственный банк. Но, видимо, оказалось, что проще купить уже готовый, чем создавать с нуля. И он это сделал. Зачем самолету это нужно? Профильные каналы пишут о том, что для предоставления ипотеки своим покупателям на более выгодных условиях и для расчетов по сделкам. Но есть и другое мнение, что девелопер хочет развить свой банк для того, чтобы открывать в нем эскроу-счета. Пока что банк-система не может этого делать, но если в перспективе это случится, то это может быть достаточно опасно для дольщиков. Ведь сейчас банки гарантируют возврат средств дольщикам в случае банкротства застройщиков. А если банк и девелопер будут аффилированы, и у кого-то из них начнутся проблемы, то дольщики могут попасть в сложное положение. В общем, мы будем следить за развитием этого банка, как и за ситуацией в ЖК «Пригород Лисной». Там все стабильно. Недавно люди снова шли пешком домой, потому что доехать было просто невозможно из-за пробок. Девы, овны и тельцы – надежда рынка недвижимости, друзья. Так, по крайней мере, заявляют ребята из компании «Главстрой». Они пять с лишним лет проводили исследования, выясняя представители каких знаков зодиака чаще других приобретают жилье в компании. Для этого аналитики изучили даты рождения клиентов – почти 2000 человек. И вот что оказалось. Наиболее активно свои денежки за квартиры отдают знаки земли и огня. Чаще всего покупают жилье девы, овны и тельцы. Реже остальных в собственные квадраты вкладываются весы и рыбы. Мы, кстати, знаем, почему рыбы не идут к «Главстрою». Все потому, что они покупают жилье у страны девелопмент. Раньше именно этот застройщик проводил похожие исследования, и оказалось, что у него чаще всего покупают именно рыбы. Новые академики от «Главстроя» выйдут в продажу 30 марта. Да, именно такие новости поступили к нам в редакцию на этой неделе. Мы, признаться честно, ждали старт продаж проекта в конце января – начале февраля, о чем рассказывали уже вот в этом видео. Но «Катавасия» вокруг льготной ипотеки скорректировала планы многих девелоперов, и «Главстроя», судя по всему, в том числе. Теперь старт продаж намечен на конец марта. Обещают, что первый день бронирования и покупка будут доступны только в офисе продаж «Главстроя», который находится в ЖК «Береговой». А для самых быстрых и заинтересованных сгенерируют какие-то специальные условия. Какие? Пока непонятно. Старт продаж ЖК «Ситизен» от «МР Групп». А вот что вышло на рынок, так это проект «Ситизен» от «МР Групп». Это у нас бизнес-класс, Покровская-Стрешнево, ближайшее метро «Тушинская» в 850 метрах. И башни, снова башни, 9 штук, не дают девелоперу покоя доминанты. 3 февраля стало известно о предбронях, а 17 февраля на сайте появились цены открытых продаж. Ну что, друзья, от 9 миллионов 600 тысяч рублей за лот. Ну, такое себе. Старт продаж ЖК «Шифт» от «Пионера». Куда более серьезный ценник выкатил «Пионер» в своем проекте «Шифт» в Донском районе. От 37 миллионов за лот начался тут открытый старт продаж. Брони шли давно и цены, конечно, были другие. Что имеем? Фремиум-класс и вот такая брутальная архитектура, которая, кстати, предполагает интересные элементы горизонтального озеленения. Я такое люблю, если это правильно организовано, и смотрится это шикарно. Посмотрим, как будет сделано. Стартанули корпуса 2 и 3. Один из них без отделки, другой с отделкой. Еще три корпуса обещают скоро вывести на рынок. Ценник, конечно же, ломят из-за локации. Рядом нескучный сад, Донской монастырь, парк Горького, метро поблизости, но не прямо во дворе. В общем, действительно интересное место. Желаем всем жить в таких или даже в лучших. Seven Suns Development выставил на продажу все свои активы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Про подвиги Seven Suns уже можно слагать легенды и писать собрания сочинений, друзья. Но это решение девелопера рискует попасть в заключительный том. Компания выставила на продажу все свои активы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Впрочем, по оценкам экспертов, девелопер запросил за свои активы, как бы это так сказать, много. А потому быстрая реализация маловероятна. В любом случае, такой шаг кажется мне достаточно любопытным и странным. На этом сегодня все, друзья. Если вам понравился выпуск, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Это был Новостроема. О недвижимости с любовью. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok